Про качество корма При кормозаготовке, будь это сенаж или силос, мы несколько раз сдаем корм на анализ Работаем мы с лабораторией Билл Джиджи Мы сначала даже зеленую массу сразу из-под комбайна Мы кладем специальные пакеты без вакуума в морозилку И потом мы это сдаем на анализ Нам интересно понимать, с каким исходным материалом мы работали Когда спустя месяц, уже после закрытия траншеи, пройдет процесс ферментации Мы через месяц берем анализ снова И всегда интересно сравнить, с каким исходным материалом мы начали Например, по протеину, если это люцерна И как прошел процесс этой ферментации, что мы имеем сейчас То есть это уже два раза проверка кормов И потом, конечно же, за месяц до открытия траншеи То есть, возможно же, мы заготовили, но мы не сразу начинаем Не через месяц, а через два, три, пять То за месяц до открытия траншеи мы опять берем пробы и отправляем на анализ И, соответственно, в процессе, если мы кормим дольше полугода То мы еще раз возьмем обязательно анализ и проверим качество кормов И только при этом условии уже составляются рационы Ну вот здесь сейчас корм состоящий из... Здесь сенаж, силос, соя, кукурузный глютен Но это все уже в составе комбикорма Зерно кукурузы, ячмень Много еще всяких добавок необходимых для животного Ну, собственно... Но зерна здесь практически не видно вот так вот на глаз, да? То есть оно в мелкой фракции... Да, зерно и кукурузы, и ячмень Все это, конечно же, проходит через наш комбикормовый цех Вот, оно не должно быть крупным Оно мелкодробленное В силосе зерно видно, но оно там расплющенное Как вам удалось побороться с привычкой коров сепарировать коров? Что вы делаете, чтобы коровы ели все? Мы стараемся уделять много времени измельчению и смешиванию в кормораздатчике Но периодически мы проверяем, конечно же, насколько хорошо проходит процесс смешивания Это тоже надо контролировать Вы же говорили еще какое-то измельчение Это, да, измельчитель, но это здесь не столь проблематично Это больше важно для сухостоя Потому что там в рационе присутствует очень много соломы Ну, конечно же, как только измельчитель к нам доедет То мы начнем измельчать через него, конечно, полностью всю солому Которая необходима для кормления всего стада И, конечно же, не только для первого или второго сухостоя А почему солома считается более технологичной по сравнению с сеном? Солома в составе корма? Ну, я думаю, что солому все-таки попроще заготовить, чем сено А, ну, да, заготовить Ну, и потом оно, наверное, уже измельченное идет А сено... Ну, с сегодняшними комбайнами, да И, тем не менее, даже при этом все равно В идеале было бы ее еще дополнительно измельчать Вот давайте перейдем к заготовке кормов И вот та проблема, которую я вам в сообщении назвал Это интересы растеневодов и животноводов У вас есть эта проблема? Можно сказать, нам тут повезло У нас получается работать вместе с растеневодами А как вы их заинтересовываете, чтобы они заготавливали корм В той стадии, которая интересна вам? Да никак, можно сказать, я их не заинтересовываю Просто мы все кардные люди, они прекрасно понимают Что если мы очень сильно настаиваем убирать люцерну Именно вот в этой фазе, а не в иной Что высота среза, когда мы убираем кукурузу на силу Должна быть такой, а не другой То, наверное же, это не просто так И у нас получается этот диалог Конечно, это случилось не сразу Были всякие разные дебаты Но, тем не менее, сейчас у нас полное взаимопонимание А вот что-нибудь из особенностей заготовки Вот по стадии уборки той же люцерны Или заготовки кукурузы для силоса Можете назвать? Что-то важное для приготовления корма Чтобы он был и хорошо его съели животные Чтобы не было остатков этого корма И чтобы это дало максимальную прибавку молока Ну, во-первых, это фаза Да, какая? Это принято говорить где-то три дня до начала бутонизации То есть мы с какого-то определенного времени Начинаем постоянно У люцерны Да, начинаем постоянно ездить Как бы и смотреть То есть нам нужно что от этой фазы Чтобы там был максимальный протеин Соответственно, если она уже зацветет Как это было раньше принято Ну, скажем так У нас был сенаж Который мы в 2018 году убрали Уже были даже единичные цветочки Это был протеин 14 Ну, это крайне мало Вот И была люцерна убранная в нужной фазе Там был протеин 21 Вот Я знаю хозяйства, которые убирают люцерну на сенаж С протеином в зеленой массе 27 Естественно, после того, как пройдет ферментация Его там останется 23 Но, тем не менее, это шикарный сенаж Вот То есть фаза ботанизации очень важна То есть она определяет Она, конечно, не одна определяет Но это одна из важных составляющих Будущего качественного корма Потом высота среза Ну, сантиметров 7 Вот Чтобы осталась По-моему, растеневодство называется почка То есть чтобы дальше было отчего люцерни То есть в случае второго укоса Как была и возможность дальше там Кустица разрастаться Потом Важно, конечно, настроить комбайны На правильность, чтобы была там длина резки Влажность очень большой Влажность имеет огромное значение Мы измеряем влажность зеленой массы Каждый час То есть И мы стараемся вот держаться в рамках 59-60% влажности И специально у нас Это можно достаточно быстро делать в микроволновке Вот каждый час мы это делаем С любой культурой, которую мы заготавливаем Тритикали, люцерна, кукуруза на силос и так далее То есть надо контролировать влажность Потому что Ну, если сенаж Ну, просто, мягко говоря, мокрый Он потечет И процессы ферментации, конечно же Пойдут совсем не так И там будет, ну, скорее всего Уксусная кислота Так Вы на поле Нет, мы Ну, машины Машины приехали с поля Да Зоотехники идут и просто берут пробы Там из одной машины Из другой машины И, понятно, мы не можем останавливать Из-за этого полевые работы Ну, работу по заготовке Вот Но мы параллельно это все делаем И если вдруг мы видим Там влажность начала подниматься Там потолок 62 62-63 Мы останавливаемся Останавливаетесь Ждем, пока подвялится Пока, если там это к вечеру Ближе там роса-не-роса Солнышко село Вот То мы тогда вообще останавливаемся Ну, это зависит от ситуации Ну, то есть вот на это мы обращаем большое внимание Закваски Это тоже очень важно Вот, чтобы не упустить Сейчас перейдем к закваскам Вот Как это происходит Вот с кукурузой, допустим Вы же ее не скашиваете, чтобы она подвяливалась, да? Мы меряем влажность в стебле Да И тогда подождать просто, чтобы она подсохла Ну, да Мы смотрим Ну, например, что еще мы практиковали в этом году То есть визуально С агрономами вместе Мы думаем, что Кукуруза готова Очень большое внимание мы уделяем початку То есть зрелость, спелость и зерна Чтобы это была Даже не такая молочно-восковая Но ближе к восковой Там тогда максимальная концентрация крахмала Но опять же надо настраивать корнкрекеры Чтобы это зерно расплющить Потому что если у вас в поле, в початке Там их аж три на... Ну, три редко Два на одном стебле Но эта кукуруза в силос попала целой Да Никакого смысла от этого силоса нет Кукуруза, зерно должно быть расплющено Для этого надо следить за работой корнкрекеров И их, естественно, подправлять Пока мы не увидим то, что мы хотим видеть И что мы делали в этом году Нам кажется, что все подошло, готово Можно пробовать Мы запускаем комбайн Он буквально там 10-15 метров Вот на землю Мы берем оттуда пробу Замеряем Если все хорошо, то уже тогда полный ход А по люцерне вы ее подвяливаете? Конечно А, подвяливаете И тут уже можно контролировать вот эти вот 60% Опять же, мы... Ну, это же как бы сила сосенаж Все сенажи подвяливаются Она подвяливается Мы точно так же потом заходим комбайном Там совсем немножко Пробуем Берем Измеряем влажность И дальше уже принимаем решение Для того, чтобы плющить кукурузу Это любой силосоуборочный комбайн? Ну, вообще любой силосоуборочный комбайн Подразумевает наличие корнкрекера Ну, понятно, в виде доп. опции Но тем не менее Иначе это не силосоуборочный комбайн Во всяком случае, в случае с кукурузой Есть же еще культуры, которые убирают Поэтому есть у всех Но, конечно, у каждого есть Среди этих комбайнов свои любимчики Вот И тут я по поводу импортозамещения Ничего хорошего сказать не могу А, да, да А чем вы пользуетесь? У нас классовский ягуар Ага Восемьсот пятидесятый И рассельмаш Вот Ну, да Вижу каждый год Ага Ну, разница есть, да Вот так Да, я не знаю, можно это пускать в эфир или нет Ну, почему У нас много таких мнений И по производству картофеля Вот, да У Юзефа Он говорит Ну, все И президента принимал Ну, да На своей высадьбе Тем не менее Чем говорит Ну, что Нет, нет Отечественной Да, мы бы рады Но Это колоссальная разница Даже уже в содержании В обслуживании Там забыли Когда вообще Какие-то нужны были Ага Вы заготавливаете Силос Сенаж Сено тоже Сено нет уже Сено не заготавливаете? Нет Мы ушли от сена на молочном комплексе Ага У нас есть там остатки Позапрошлогоднего, что ли, сена Ага Вот И вот Оно закончится Понятно, мы его включили там Небольшую часть в рацион Чтобы, ну, уж куда-то девать надо Но вообще Как бы Мы считаем, что это Не самый технологичный продукт кормления Поэтому мы Больше за Сенажи Силос И солома Солома? Ого Интересно А почему сено Не технологично? А потому что Сенаж гораздо проще заготовить Угу Угу Чем сено Угу То дожди пошли Оно осталось лежать Поэтому его опять надо ждать Пока оно высохнет Уже все равно Качество не то Сенаж проще заготовить Угу Да У вас Для Заготовки Силоса Сенажа Есть Вот эти вот Как они называются? Траншеи Траншеи Силосные Они Бетонированные Да, сейчас посмотрим Сейчас новую строим Еще Ага Вот вы Сказали Что Добавки Там Для Закваски Ну Концерин Акулянте Да Обязательно Вы их покупаете? Мы их покупаем Исключительно Фирмы Пионер Ага Для Силоса Они свои Для Сенажа Они свои Плюс Есть разница Это Злаковый Или бобовый Там тоже есть нюансы Какими заквасками Работать Угу Угу Вот эти вот Силосные Сенажные Траншеи Вы их Определенного Объема Делаете Да Их же важно В какое-то время Чтобы их выбрать Да Чтобы Уменьшить Потери Да Конечно Вот у нас На сегодняшний день Четыре траншеи На Две Восемьсот Три тысячи тонн Но опять же Смотря с какой влажностью Мы туда Все это заготавливаем Если вот С той Оптимальной влажностью Которой мы говорили То это порядка Две восемьсот Туда помещается Зеленая масса Вот таких у нас Четыре И две у нас Есть одна На тысячу Вторая На две И сейчас Мы строим Пятую Большую Опять на Вот эти Две Восемьсот Три тысячи тонн Ага Но на три тысячи тонн Это Оптимально для вас Вот из чего вы исходите Почему именно Такой объем Скажем так Если строить с нуля Было бы уже сложнее Но так как у нас уже Много лет есть Вот те которые есть Я уже приблизительно вижу Сколько чего туда помещается Потом как С этими траншеями Работать дальше То есть какая-то Переходящая Потом мы же понимаем В каком месяце У нас будет Кормозаготовка Какой культуры И сколько мы планируем Тон убрать ее Соответственно мы знаем Планируем В какую траншею Какую освободить В какую что положить И вот исходя из Опыта Вот прошлых Там двух Трех лет Вот мы приняли решение Построить еще одну Все-таки Трехтысячную Чтобы мы Пусть даже У нас там Какая-то траншея Будет наполовину Только да С кормами Ну например Пятая там Четвертая Не важно Но нам не надо Будет как сейчас В одну траншею Пытаться Сложить две культуры Ну естественно Там они Разграничены Друг от друга Это понятно Но это определенные Сложности в кормозаготовке Вот это все Конечно Ну потери времени И иногда даже И самих кормов Потому что Ну мы сейчас посмотрим Если это просто Вот Вот Такого рода Да Вот Страншея И там утрамбованы Корма Или же мы Наполовину Чего-то одного Потом это накрываем Пленкой Потом мы рядышком Что-то другое Еще складываем Накрываем пленкой Между ними Естественно Пространство Куда может попадать И вода И так далее И все это Куда-то затекает Подтекает Ну в общем Это крайне неудобно Вот Поэтому решили мы В надежде на то Что дожди пойдут Кукуруза вырастет Тритикали будет Еще больше Чем в прошлом году Мы все-таки Построили Еще одну Строем Трехтысячную А тритикали Какой сорт Вы используете В 2019 В 2015 году Это был Если мне память Не изменяет Валентины хлебороб А если честно Что мы будем сеять Сейчас осенью Я еще не спрашивала Но даже если Те же самые То будет все хорошо А вот в этом году Засуха была серьезная С кормами Как? Ну Заготовить столько Сколько нужно Ну в принципе Да Чуть-чуть Конечно Больше бы нам Хотелось Заготовить силоса И немного бы Лучшего качества Ну уже Как случилось Так случилось Как бы Кормить нам Однозначно Есть чем Надеялись Конечно На более высокое Качество С точки зрения Содержания Там того же Крахмала Потому что Ну конечно Кукуруза В этом году Не радует Будете выравнивать Кормами Ну концентратами Да Но там опять же Надо же понимать Предел То есть Силоса корове Можно положить Гораздо больше Чем того же Зерна кукурузы Это уже даже Не говоря о том Что силос всегда Будет дешевле В рационе Чем зерно кукурузы А в этом году Так особенно Ну что делать А вот скажите По трансферам Вот маленькие Чем вы Заполняете их Какой уровень Часто люцерный Ага И Последний Вот в прошлом И в этом году Мы вынуждены были Убирать И пшеницу На сенаж И естественно Нам ее там Много так не надо Было То есть И мы вот Например В двухтысячную Положили пшеницу Хотя есть страны Которые практикуют Исключительно Сенаж Из пшеницы Вот Но У нас это было Скорее От Вынуждены Мы были так поступить Потому что В связи со всеми Вот этими Отсутствием осадков Люцерна не дала Того урожая На который мы рассчитывали А третикали В большую Да Третикали Достаточно Урожайность была Достаточно высокая И мы положили его Да В большую транше Ага Да То есть Вы будете стремиться К тому что Одна культура Одна транше Однозначно Да Это и удобнее Когда мы Закладываем туда Корма И удобнее Потом с этим работать Во всех Смыслах Лучше А Как вы Рассчитываете Вот этот Трехтысячник За сколько Его надо Выбрать Чтобы Скормить Скоту Чтобы Качество Сохранилось Ну С качеством Ничего не будет Даже если Нет Даже если Оно там Ну открыто Как Да Вы же не открываете Сразу полностью Мы открываем Где-то на метр Метр Полтора И мы Это делаем Там Ну с какой-то Определенной Периодичностью В общем там Полгода Он открыт И не стоит А Приблизительно Ну как Не приблизительно А понимая Сколько у нас Лежит в траншеи Мы знаем Сколько мы потребляем За неделю Соответственно Можно рассчитать Сколько нам Надо Пленки Открыть Чтобы Продолжить Кормление И не трогать Ту массу Которая Должна Оставаться Закрыта Вот Что касается Кормления Различные группы У вас сколько Вообще Видов Меню Что ли На первых Когда-то было Восемь Что ли Ага Сейчас у нас Один рацион На дойном стаде Один Вот животное Отелилось Ей уже Сегодня В родилку Привезут Так называемый Высокий рацион Высокий Да Ну для высокоудойных Он высокий рацион Ага И В теории У нас Есть И так называемый Низкий Рацион Но Это для Животных Которые Мы видим Что начинают Жреть Ага И для Телочек В том числе Нет Это только Про коров А Только Да То есть Мы видим Что животное Начало жреть То есть Зоотехники Оживеть Это Какие показатели Сейчас Зоотехники Раз В неделю Оценивают Балл Упитанности Животных То есть Там есть 2,75 3,3 3,25 И так далее Ну то есть У них есть Эти все Показатели Вот эту Кость Видно А эту Не видно И так далее Там есть Я могу Потом показать Прямо С примерами С картинками И так далее И примеры Баллов Упитанности И вот Если мы Видим Что это Уже Там 3,5 И выше То это Уже Как бы Срочно Надо На диету Опять же Причин Может быть Несколько Что-то Что-то Не То С Рационами Но 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 Опять-таки Это Если Это Массовое Явление Если Это Единичный Случай Тут Вряд ли Приходится Думать О рационах Что он Не так Работает Очень Часто Животные Жиреют Из-за Того Что Их Не Осеменяют Вовремя Поэтому На это Тоже Как бы Надо Обращать Внимание Но Если Честно Мы Какое-то Время Практиковали Вот Эти Два Рациона Потому Что Второй Нам Был Нужен Скорее Для Сементалок Они Тоже На Том Рационе Что И Галштины И То Что Галштину Самое То Сементалка Многовато Мы Их Пытались Посадить На Эту Диету Потом Поняли Как Не Корми Сементалка Есть Сементалка И Мы Вообще Ушли От Этого Потому Что Ну Там Десять Животных Занимают Секцию На Сорок Голов А Остальным Там Как-то Места Маловато И Поэтому В общем Перестали Мы Это Дело Практиковать Уже Наверное Год Точно И Сейчас Абсолютно Все Дойное Стадо На Высоком Рационе То То Есть Кормораздатчик У него Несколько Загрузок Но Набирает Всегда Одни И Те Же Компоненты Едет Кормить Дойные Корпуса Есть Конечно Же Рацион Второго Сухостоя Это 20 Дней До Отела Есть Рацион Первого Сухостоя Своё Кормление У Группы 0 3 У Группы 3 6 И 6 12 Но Это Мы Все Тоже Можем Прям Посмотреть На Я вам Месяцы Сейчас Назоваю 0 3 Это С Рождения До 3 Месяцев 3 6 Это 3 6 Месяцев И Так Далее То есть Высокий Рацион Для Всех Для Дойных Коров Для Всех Дойных Коров Да А я Думал Что Высокий Дойные Так Вот Тоже У Нас После Отела Говорят Они Вес И Теряют Нужно Больше Давать Поэтому Они Получают Высокий Самый Жирный Рацион На Ферме Который Только Есть Конечно Им Нужно Давать Энергию Это Одно Что Они До Конца Лактации Получают То же самое Да Сразу же Вот Помимо Болюсов Там Которые Мы Им Сразу Даем И Так Далее Но Они Получают Самый Энергетически Насыщенный Рацион Да Ну То есть Не Не Разделяйте Вот Корову Близко Там 25 Дает Нет Если Она На Таком Рационе Дает 25 И Вы Будете Кормить Более Нижняя Нижняя Ручка Да И Вы Будете Кормить Еще Более Каким Скудным Рационом Но Она Вам Даст 15 А Смысл Интересно Да Да Было Такое Мы Давно От этого Ушли Перестали Потом Еще Была История А давайте Перед Запуском Что-нибудь Вымя Присушим Или Как Это Называлось Раньше Ну В общем Начнем Там Кормить Как-то По-другому Тоже Мы От этого Полностью Ушли Есть Примеры Когда Мы Запускаем Животных Которые По 30 Литров Дают Но У них 220 День Стельности И Мы Обязаны Их Запустить Вот Чтобы Сохранить Компоненты Этого Высокого Рациона Какие Ну Конечно Это И силос И сенаж И кукуруза И ячмень Кукуруза Тоже Плющина Это Кукуруза Это в составе Комбикорма То есть Есть же Еще Рецепт Комбикорма Вот Это Соя Обязательно И Сейчас Это Рапсовый Шрот Вот Ну Пока Пока Сезон Естественно Мы Всегда Закупаем Стараемся Максимально Много Сколько Можем Вместить Одно Момент На Рапсового Шрота Вот И До Иных Кормим Рапсовым Шротом Потом Это Будет Естественно Только Подсолнечный Шрот Вот Ну И Плюс Еще Много Чего Это И Абсорбенты И Сода Ну Там Много Всяких Добавок Макро Микро Элементов Вот А ну И Примикс Конечно Конечно Примикс Извиняюсь Перебью Для Это Тоже Вот Эти Компоненты Что Вы Покупаете Вот Шроты Это Мы Покупаем Шрот Мы Покупаем Проще Скачу Мы Не Покупаем Да Мы Покупаем Сил Не Покупаем Сила Стенаж Зерно Кукурузы Зерно Ячменя Которое Идет Потом В состав Комбикорм Комбикорм У нас Свой Комбикорм Заводик Ну Не Примикс Комбикорм То есть Мы Берем Составные Части Зерно Кукурузы Зерно Ячменя Там Еще Какие Добавки Которые Мы Тоже Покупаем Нам Их Привозят И Просто Замешиваем Это Все Смешиваете Это Сила Да Это Сначала Все Смешивается Здесь Ну Вот Это Концентр Да Потом Это Завозится На Ферму И Естественно Уже Потом Кормораздатчик У него Есть Очередная Последовательность Куда Он За Каким Кормом Подъезжает Вот И Уже В Кормораздатчик Это Все По Очереди Добавляется Перемешивается И Попадает На Кормовой Стол Кормораздатчик Какой Это Делает Какой Марки Кормораздатчик У нас Господи БФЛ Это Немецкий Ну В принципе Достаточно Довольны Мы Его Работой Понятно Как И С Любой Машиной Надо Следить Надо Вовремя Менять Ножи И Прочие Там Расходные Материалы Вот Ну В общем И Целом Как Б Все Неплохо Плюс К Нему Идет Обязательно Программа Где Мы Смотрим Как Работает Механизатор То Есть Какая Последовательность Загрузки То Есть У Него Тоже Том Телефон Куда Ему Подгружаются Рационы В Какой Последовательности Он Какие Компоненты Должен Загружать В Естественно Количество Очередность Кормления Секции Корпусов И Так Далее А Мы Уже Потом Можем Смотреть Насколько Он Соблюдает По Килограммам По Тоннам Уже В Кормораздатчике Это Тоже Очень Важно Вот Чтобы Это Был Действительно Полно Смешанный Рацион Вот И Собственно Потом Едет Раздает Вот И все Отходы Есть Мы Планируем Остатки 3-5 Процентов То Нам Очень Важно Чтобы Кормовой Стол Никогда Не Был Голым То 3-5 Процентов Остатков Кормовой Норма Да Но Вы Стремитесь Вот Эту Часть Как-то Оптимизировать Или что-то Естественно Но Тут Все Зависит Не только От нас Чем Больше У вас Силоса Высокого Качества Тем Меньше Вы положите Зерна Кукурузы То же Самое С Люцерной Чем Чем Больше У вас Получилось Убрать Люцерны С Высоким Протеином Тем Меньше Вы Положите Туда Каких-то Там Еще Покупных Кормов Ну Как бы С нашей Стороны Мы Стараемся Сделать Все Максимально Правильно Вовремя Хорошо Но Вмешивается Еще Погодные Условия К сожалению И уже Так сильно Что Это Игнорировать Невозможно Ну То есть В нынешнем Году Затратная Часть Возрастет Я думаю Да Дополнительные Компоненты Вот эти Вот На Зерна Я думаю В двадцатом Году Однозначно Да Ну Зерно Кукурузы Вы Своё Заготовили Мы Заготовили Но Думаю Что Нам Его Будет Недостаточно Надо Будет Покупать И Это Конечно Ж Скажется Да Пальмовое Масло Вы Не Используете Мы Используем Жиры Вот Ну Трикор Например Это Мы Используем Потому Что Вот Как-то Мы По Краснодарскому Краю По Кореновскому Мол Заводу Фермер Который Поставляет Туда Он Сказал Что Вот Кореновский Мол Завод Установил Оборудование Которое Контролирует Пальмовое Масло В кормлении Если оно Используется То он Бракует Это Молоко У меня Пальмитиновую Кислоту В молоке Определяют Молоки Жирные Кислоты Я не знаю Ну Наше Молоко В том числе Едет И на Данон Пока что Вопросов Не было Главное Это Серьезно Ага А